Реклама Это последняя глава нашего рассказа. История заканчивается, а река продолжает свой путь. Они идут, будто на край света, по дороге в никуда. На этой древней земле вода превращается в соль, воздух обжигает легкие, и все живое, будто задержало дыхание. Жалкие остатки воды несут не только спасение, но и гибель, потому что они отвлекают внимание. Это место, где ошибка одного может спасти другого. Несвоевременный рывок может стать роковым. Это невероятное королевство, древняя долина Акованго, реки мечты. Акованго – река мечты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В последней части нашего рассказа о великой реке Акованго в Ботсване мы расскажем о месте, где река цепляется за жизнь, когда вода достигает пустыни и рай превращается в ад. Ад. Каждая капля – драгоценность, от которой зависит судьба крошечной части местной экосистемы. Это история движения. Здесь каждый в пути. Эта часть дельты хрупка, как фарфор, и очень чувствительна к изменениям воды, температуры и к воздействию живых существ. Миллионы красноклювых ткачей сбиваются в стаи. Это самые многочисленные птицы на планете. Одна суперстая ткачей съедает до 20 тонн корма в день. И здесь это меняет все. Жизнь этой семьи леопардов изменилась с прилетом ткачей, которые уничтожают траву под корень. Брату этой малышки некогда предаваться раздумьям. Ему интереснее исследовать, как устроен мир. Пчелы несут в улей пыльцу. Он еще не знает, как опасно может быть любопытство. Зато щурки не теряют времени зря. Когда малышу надоели пчелы, он начинает приставать к своей, более серьезной сестре. Сейчас время цветения колбасных деревьев. Они отлично подходят и для пчел, и для самки леопарда. Она не отдыхает. Она ждет, пока упавшие цветы не привлекут внимание. Обычно леопардам удается только каждое пятое нападение. Но с колбасным деревом, как приманкой, эта самка охотится гораздо успешнее. Поэтому мы прозвали ее мапарота. Так местные называют колбасное дерево. Детеныши тренируют собственные охотничьи навыки. Но, возможно, они научатся у мапарота использовать преимущества, которые дают им эти цветы. Отдохнуть не получается. Так что через несколько минут самка отправляется обратно. КОНЕЦ схваченная за горло жертва умирает тихо леопарды не самые крупные из кошачьих и скрытность для них важна даже после нападения дельта каванга это мозаика по которой крупные хищники и падальщики расхаживают как по собственным владением ведь так и есть здесь река разделяется на протоки которые вьются между заросшими травой островами и рощицами колбасных деревьев львы ищут тенистое место но ветер доносит до них призрачный запах мяса испугавшись котята могут упасть тогда для них все закончится львы хотят отнять добычу но ее не достать счастью у львов тоже есть детеныши и огромные плоды дерева их отвлекают маленьким леопардом непонятен интерес львят плодам но с этого момента их жизни переплетены с жизнями остальных хищников потому что в дельте а каванга плотность популяции хищников одна из самых высоких в африке и временами из-за наводнений они скапливаются на одной территории по утрам становится холоднее но дневные температуры начинают подниматься это означает что наступает сухой сезон когда протоки начинают мелеть уровень кислорода в воде падает рыбы замечают эту перемену и уплывают в верховье опоздавшие оказываются заперты в образовавшихся озерах каждый год птицы ловят тонны рыбы объединив усилия они способны опустошить водоем всего за несколько дней но по всей дельте до самого узора эти природные садки для рыбы поддерживают невиданное разнообразие видов рыбоядных птиц движение это ключ к выживанию на краю дельты где в это время года воды очень мало когда на поверхности еды не остается слоны ищут другой источник белка они выкапывают из-под песка корни травы и клубни сухой сезон в траве самое главное не вершки а корешки местным обитателям приходится активно защищаться у стая гиеновидных собак небольшая проблема точнее 16 проблем такое количество щенков вызывает трудности лишь потому что в стае может размножаться только одна самка поэтому альфа самка забрала щенков у своей сестры но ей трудно прокормить всех щенки дерутся за молоко но она отказывается делиться ношей материнства или бросить часть щенков альфа самцу тоже тяжело стаи приходится ходить на охоту дважды в день и у них уже нет сил река тоже устала за полторы тысячи километров волна паводка потеряла интенсивность поток успокоился и вода просачивается в почву даже спящие гиганты просыпаются от далекого настойчивого зова маленький толчок вызывает цепную реакцию это самая крупная миграция слонов в мире воздух теперь настолько сухой что под их ногами трава превращается в пыль слоны проходят сотни километров в поисках воды а а а а а а а в день слону нужно 200 литров поэтому слоны акаванга редко уходят далеко от воды в которой обитают другие животные которые превращают ее в грязь слишком быстро а а а а а но такая нехватка ресурсов заставляет слонов продолжать поиски чистой воды а оставленные ими земли отдыхают на краю дельты те кто легок на подъем имеют преимущество а а а а а а бородавочники выискивают все те же корни и клубни в это время года они собираются там где еды много это не слишком удачная ситуация львицы охотятся на ту добычу которая есть на их территории в удачный день они добывают по два-три бородавочника за раз они могут спрятаться но бежать не стоит здесь все связано с территории львицы будут питаться бородавочниками до дождей но когда воды мало держаться за свою территорию опасно в сухой год они могут оказаться на мели мопорота пришла с охоты засады на колбасном дереве по-прежнему удачны ей и ее детенышам было хорошо на этом острове маленький самец всегда кормится первым поэтому самочка пытается научиться лазить по деревьям пока у нее не слишком хорошо получается мопорота пора задуматься о переезде запахи мяса и детенышей начинают привлекать внимание в этот раз у нее украли обед в следующий могут украсть детеныша мопорота 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 Продолжение следует... Переезжать нужно срочно. Для детенышей это первое дальнее путешествие по совсем незнакомому им миру. Леопарду с детенышами опасно находиться на открытом месте. Мопарота чем-то заинтересовали кружащиеся рядом грифы. Определенно стоит взглянуть. Это жираф, погибший в схватке. Здесь не найти легкой добычи, о которой не знали бы гиены. Ее детеныши в ужасе. Один на дерево, другая в кусты. Он в безопасности. У нее проблема. Надо объяснить им, что делать. Она приказывает ему оставаться на дереве и пытается выманить маленькую самочку из кустов. Она изучает ночь. Субтитры создавал DimaTorzok Уроки лазанья пошли на пользу. Потерявшаяся малышка нашлась. Печальный итог схватки жирафов привлек внимание многих искателей легкой поживы. Гееновидные собаки почти никогда не трогают падаль. Но сейчас у стаи нет выхода. Чтобы вырастить 16 щенков в этих засушливых землях, им пригодится любой кусочек мяса. Этого им хватит надолго. Но грифы привлекают и других падальщиков. Гееновидные собаки опасаются львов. Так что обстановка вокруг туши напряженная. Особенно для потерявшегося котенка. Альфа-самец не обращает внимания ни на что, кроме грифов. Появляется мапорота. Она одна против стаи, но она в ярости и уверена в себе, как лев. Первое приключение маленьких леопардов в большом мире закончилось. Малыша приходится уговаривать. Но в итоге мать убеждает его, что уже можно спускаться. Густи хвостом вперед. Последняя кормежка. Потом снова придут гиены, а может и львы. Но теперь с каждой встречей котята становятся сильней. Получают навыки, необходимые для жизни в этих удивительных болотах, в дельте реки, которая тянется к пустыне. Чем дальше от русла уходит стада, тем ближе к ним подходят львы-кочевники. За добычей они пойдут куда угодно. Здесь доминируют слоны. И в охоте на них у кочевников больше всего шансов. Они знают, что в чужом отчаянии их надежда. КОНЕЦ Среди них много бездомных подростков обоих полов. Отправляясь в неизведанные засушливые земли, эти бродяги должны держаться вместе. В жаркий сезон надо быть быстрым, чтобы выжить. Она спала у логова, когда ее поймали кочевники. Большеухие лисы создают пару на всю жизнь. Он ничем уже не может помочь своей убитой подруге. Ему придется растить лисят. в одиночку и всегда быть настороже. Птица-секретарь не опасна, пока ты не двигаешься. Если она подойдет ближе, лисы бросятся прочь. У нее под ногами затаился кустарниковый заяц. Но птицы-секретари реагируют на движение даже едва заметное. Чтобы выжить, нужны стальные нервы. Он просто не выдержал. Субтитры создавал DimaTorzok Если не можешь бежать, нужна другая тактика. Мало кто может долго продержаться вдали от воды. Здесь каждая ошибка может стать роковой. Если решил, что пора покинуть свою территорию или свою лужу грязи, нужно действовать быстро. Но кое-кому никак не выбраться. В отчаянии протоптеры, одни из немногих рыб, способных дышать атмосферным воздухом, идут на крайние меры. Отправляются в поход. Некоторые из них закапываются в грязь и предельно замедляют свой метаболизм. До тех пор, пока не пойдет дождь. Если они закопаются недостаточно глубоко, то испекутся заживо. Она не такая мускулистая, как мапорота, потому что ее диета более скудная. Это пустынный леопард. Но хитрый леопард с края дельты обладает редким и ценным навыком. Искать под землей протоптеров. Это немного, но через несколько дней бегемоты тоже застрянут. Она подождет. Субтитры создавал DimaTorzok Все начинается с легчайшего ветерка, веющего над песками. Зебры первыми узнают его. Он прилетает оттуда. Куда стада, туда и кочевники. Субтитры создавал DimaTorzok Движение. Поднимаясь, воздух охлаждается. Опускаясь, он запускает цикл невероятных контрастов. Это вечное путешествие от смерти к жизни, от засухи к дождю, от душной неподвижности к движению. Их поддерживает обещание дождя. Субтитры создавал DimaTorzok За пару дней почти 5000 квадратных километров из сушеных равнин покрываются тонкой пленкой. дождевой воды. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Легче становится всем. Дождь выпускает их из чистилища. У кочевников снова появляются силы играть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА С другого конца континента слетаются тысячи розовых гостей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Прилет стай фламинго связан с хлоридом натрия, основной солью. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА С началом дождей появляются креветки, которыми они кормятся. На затопленной земле птицы издалека узнают о приближении хищников. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Их представление прервал только рыскающий рядом шакал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Они ему неинтересны. Ветер несет запах крови. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Бродячему льву, как и многим другим местным кошачьим, острова с колючей травой нравятся больше, чем соленые болота. Там всем тяжело. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Свет полной луны танцует по поверхности соляных озер, отражаясь под водой от белого соленого песка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если вы зебра из Бацваны и хотите найти себе пару, собрать собственный табун или родить детеныша под охраной сородичей, то вам сюда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Суть жизни Акаванга в том, что этой драгоценной воде нужно полгода, чтобы русло реки достигло максимальной ширины. Река питает более 15 тысяч квадратных километров земли и всех ее жителей. Река питает более 15 тысяч квадратных километров земли. Это одно из последних мест на Земле, где гиганты чувствуют себя в безопасности. Где малыши верят в завтрашний день и где жива надежда. Этот край – сокровище, но его будущее полностью зависит от нас. Мы можем защищать его, а можем опустить руки и стать свидетелями того, как это чудо растворяется в небытие. Как грезы. Программа озвучена на студии «Велес». Текст читал Олег Федоров.